Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня Всемирный день волонтеров. В России официально его отмечают впервые. Владимир Путин подписал указ 27 ноября этого года. Сейчас, по данным экспертов, в нашей стране около 5 миллионов человек принимают участие в различных добровольческих движениях. А вот что заставляет людей становиться волонтерами, об этом поговорим с моей сегодняшней гостью. У нас в студии Елена Нига, президент общественной организации «Открытые сердца». Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть, поздравляю с праздником! Спасибо! А вот что для вас значит, что в России теперь тоже есть День добровольца? Ну, вы знаете, с одной стороны, от того, что появился День, ну, наверное, сам статус добровольца стал, наверное, значимее. А так, по большому счёту, мне кажется, ничего не меняется, потому что если человек неравнодушный, то вне зависимости, является он добровольцем или не является, является ли он участником какой-то программы. Если ему не всё равно, он поможет, даже если он увидел какую-то, не знаю, нуждаемость в помощи у себя во дворе. И это, наверное, самое главное, что есть у наших людей. Это вот та душевность, которая позволяет не пройти мимо чьей-то беды. А вот, наважно, что такое вообще волонтёрство? Ну, вы знаете, волонтёрство — это, ну, вот как волонтёрство, это, скорее, наверное, всё-таки то движение, которое инициируется, да, когда мы привлекаем к этому молодых ребят, к тому, чтобы оказывать помощь, к тому, чтобы говорить о том, как можно предлагать свою помощь. Ну, а это те самые, не знаю, там, пионеры, да, которые раньше по Гайдару ходили и помогали. Только сейчас немножко изменилось время, немножко изменилась ситуация, изменилась жизнь людей, и помощь, которой нуждаются люди, она тоже другая, соответственно. Но внутренняя потребность, наверное, да, ну, как бы даже не внутренняя потребность, я неправильно говорю, а скорее само ощущение не пройти мимо. Вот это жизненная позиция, это жизненный выбор. Это человек, которому не всё равно, не всё равно, где я живу, как я живу, и потому что, на самом деле, мы знаем кучу примеров, когда человек, занятый совершенно одной деятельностью, и будучи там не участвующий ни в каком движении, не проходил мимо, и вообще чуть ли не подвиги совершал, помогая другим людям. А вот что же всё-таки, вот, говорят сами волонтёры, как они объясняют, почему они становятся добровольцами? Ну, знаете, по-разному может быть. Как они приходят? Потому что, ну, например, кого-то просто позвали, что нужно вот там вот пойти и научиться делать доброкружку. Вот, или доброоткрытку. Это тот процесс, который меня, например, вообще сильно напрягает. А, ну, и как бы через это дети, наверное, знакомятся с тем, что, ну, вообще в жизни есть и другая какая-то ситуация. Это может быть в семье, когда растёт ребёнок и помогает, там, не знаю, младшему, или там бабушкам, дедушкам, когда нужна эта помощь, да? Это вот даже оттуда всё идёт. Ну, мы говорим с вами, вот вы сейчас говорите о детях. А что взрослого, состоявшегося человека, успешного даже человека, заставляет порой идти и становиться добровольцем в какой-то области, к которой он вообще не имеет отношения? Ну, вы знаете, мне кажется, тут, во-первых, это, опять же, выбор человека. С другой стороны, сейчас через интернет мы узнаём массу таких вот ситуаций, когда люди узнают о том, что там, я не знаю, кошка закрыта, её нужно спасти. Или там какой-то человек нуждается в помощи. Или какому-то ребёнку мы собираем, да, на помощь. Или нужно кого-то довести. Потому что помощь волонтёрская или, ну, добровольческая, не знаю, просто помощь, она же имеет массу всяческих вот каких-то видов. Ну, не знаю, мне кажется, это вот неравнодушие, это вот внутренние душевные качества человека, которые откликаются на ту или иную ситуацию. Вы сказали, в соцсетях, вот, вы сказали, в интернете очень много таких сообществ, в социальных сетях мы видим, да, есть очень серьёзные такие движения, например, по поиску пропавших детей. Ну да, Оксана Василишина, это вообще прям вот чистый волонтёрский проект, который мало того, что значимый, он вообще классный. Они просто делают огромное чудесное дело, потому что, наверное, раньше такого вот, я не знаю, может быть, мы с этим не сталкивались, а сейчас это просто вот прям беда, когда нужно быстро найти ребёнка, чтобы он там, не знаю, не замёрзся, чтобы там ничего не случилось. Чем больше принимать участие, тем это эффективнее, да. И это мгновенно, да, можно найти, подсоединяется масса людей. Посмотрите, махом репосты эти идут, и человек в телефоне видит эту информацию и может мгновенно помочь найти. Ну вот в этом случае возникает вопрос, а добровольческое движение сейчас, это движение среди тех людей, которые тесно завязаны на интернет? Ну, наверное, в каком-то смысле да, хотя не обязательно. Ну, вот смотрите, я могу сказать, ну, на своём примере, да, у меня ребёнок с инвалидностью, мы выходим из дома, я не уверена, что все те, кто нам предлагают помощь, обязательно сидят в интернете, мало того, я там не прошу об этой помощи, если честно, давно, а помощь предлагают, помощь предлагают подержать дверь, там, не знаю, донести там тот же этот рюкзак, видно же, что я там тащу с собой, там, не знаю, у нас, у меня достаточно активный ребёнок, и мы двигаемся там, то с спортивными сумками, то с санями, и всё это вот тащим. То есть люди откликаются даже тут, и совершенно не... Подождите, я вот, я понимаю, что волонтёрство, вот вы сейчас мне говорите, помощь, 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 помощь донести сумку, то есть волонтёрство, это не обязательно идти совершать подвиг? Конечно, нет. Мне кажется, волонтёрство, это прежде всего не пройти мимо. Я сталкивался с такими людьми, которые бы, может быть, и хотели кому-то помочь, но вот их сдерживает, знаете, какой-то элемент стеснения. Они боятся, что они в этот момент будут чувствовать себя неуклюже, неловко. Может быть, знаете, такое есть даже подождение, ну, может быть, я неискренне это делаю, да? Вот. И как-то возникает такое опасение, что лучше я вот не буду, чтобы не попасть в какую-то ситуацию, которая меня потом же... Ну, да. Вот что в этой ситуации? Как в этой ситуации? Вы знаете, самое простое — подойти и спросить. В конце концов, если человеку помощь не нужна, он скажет, спасибо, мы справляемся, потому что, ну, у меня вот бывает очень часто, когда молодые люди говорят, давайте мы поможем, донесем, а ребенок говорит, нет, я сам, и мы говорим, спасибо. Ну, то есть это вообще приятно, само предложение помощи. Это ты уже чувствуешь вот эту вот заботу со стороны других людей, и на самом деле никто еще ничего не сделал, у тебя уже поднялось настроение, да? То есть с другой стороны, для ребят, допустим, школьников, студентов, это возможность получить опыт, получить компетенции, получить... То есть если они сразу же включаются как волонтеры, как добровольцы, в ту сферу, где они, может быть, ну, попробуют себя и поймут, мое не мое. А может быть, ну, то есть это же тоже выиграть... С одной стороны, они помогут кому-то, с другой стороны, они выиграют время для себя, потому что вот ему, может быть, не надо будет идти в социальную какую-то сферу, если он поймет, что это не его. Это всегда выбор. Добровольцы становятся больше? Становятся. Вы знаете, я, наверное, лет пять назад, когда мы рассуждали про добровольцев, говорила, я, да, видела добровольцев, двух волонтеров классных в Германии. И вот не кривила душе ни грамма. Вот еще двух видела в Пскове, тоже с Германией. И это на самом деле было так, потому что на тот момент вот волонтерство, возможно, оно было настолько формализованным и настолько... То есть были люди, которые были готовы постоять, флажок подержать. Это хорошо, флажки тоже надо держать. Или там, которые говорили, а вы нам майку дадите, или там вот, ну как-то... И это все время было вот какой-то вот такой обменный вот какой-то вот такой вот процесс. Да, и ты понимал, что, ну, может быть, может быть для меня или для тех, кто занимается детьми с инвалидностью, это не такая помощь, она как бы... Нам другая помощь на самом деле нужна. Нам нужны те ребята, которые не боятся и готовы прийти, общаться. Готовы прийти, действительно, оказать помощь в передвижении, побыть рядом, сходить в кино. У нас, ну, подростки, они... Ну, в 15 лет не хочется идти в кино с мамой. Вот не хочется с мамой идти в кино. И на самом деле это тоже помощь. Сходить в кино. Сходить в кино вместе с кем-то из таких ребят. И это помощь. А вот, говорите, 5 лет назад было два волонтера в Германии, вы говорите, а сейчас? Сейчас, на самом деле, это совершенно другая история, потому что сейчас мы встречаемся с этими ребятами. Мы, ну, правда, на самом деле, мы стали активнее, мы стали ездить и рассказывать о том, в чём мы нуждаемся, рассказывать о том, какие у нас ребята, рассказывать о наших проектах. Наши заходят... Знаете, вот мы, когда первый раз ребята участвовали в тем юниоре, мы приехали, и вот 4 отряда добровольцев, наших 3 вот этих ребёнка на коляске, и вот мы там, да, вот как-то вот искали, где вот это вот... И вот они вот идут с троем учиться делать доброкружку, а мы вот здесь пандус преодолеваем, понимаете? И у меня вот там вот замыкание происходило в голове, да, что ж такое? Что же происходит? Вот она, добротушка рядом, сделайте, и вот не надо будет учиться, да? Что происходит? Но однако же, с другой стороны, и мы были не готовы, и ребята были не готовы предъявить себя. Второй год был совсем по-другому. То есть мы не успевали, мы отвернулся, детей нет. Вы знаете, а есть и другая ситуация. Есть такое мнение, а почему я должен что-то делать бесплатно? Я плачу налоги государству, и государство должно, извините меня, заботиться о бедных, о больных и так далее. Как в этом случае строить общество? Ну, опять же, это выбор каждого человека. Мы его должны уважать. С другой стороны, государство — это мы. Государство — это какая-то там вот, ну, где-то там существующая штука, которая там обязана, обязана, обязана. И, ну, может быть, и обязана, не знаю. Мне кажется, что если ждать, пока там оно, государство, до тебя дойдёт, у него руки могут не дотянуться. Вот прямо здесь и сейчас. И то может и не произойти. Может быть, оказаться, ну, не поздно, может быть, оказаться кому-то тяжелее, а ты мог помочь. Потому что, ну, вот самые простые какие-то моменты. У нас очень часто, опять же, через интернет, семьи просят, там, не знаю, по пути довезти. Или довезти на площадку. Или на какое-то мероприятие привезти какое-то помочь оборудование. Для кого-то это по пути. И да, можно ждать государства. Но есть, слава богу, люди, которые готовы не ждать, пока дойдёт государство, а вот помочь здесь и сейчас. Потому что, ну, вы знаете, это как с доступностью. Невозможно вот так вот, вот когда не строили, не строили, не строили, да, вот с учётом того, что у нас есть маломобильные люди. Не обязательно люди с инвалидностью. Вообще мы вот, мы просто видим на нашем примере, что как только стало удобно для нас, стало удобно для мам с малышами, стало удобно для человека, который сломал ногу. И временно, да, вот он, ему трудно передвигаться и прыгать на лестнице. Особенно если лестница зашита там в какие-нибудь плитки, они совершенно неправильные. Поэтому так и тут. Это процесс, который вот происходит. И, к счастью, всё меняется к лучшему. Спасибо за интервью. Я желаю вам успехов в вашем деле. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Елена Нига, президент общественной организации «Открытые сердца», сегодня была у нас в гостях. Напомню, что сегодня, Всемирный день волонтёров и в России тоже появился свой праздник. 5 декабря, День добровольца. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»